Здравствуйте. Я Еленинского района, моя фамилия Букин. Будьте добры, водительское удостоверение. Документы на транспортное средство. Первый мотоциклист на пути сотрудников госавтоинспекции и сразу с выявленным нарушением. Отсутствие обязательного страхования. К сожалению, это весьма распространено среди мотоциклистов. Многие считают, что нет необходимости оформлять ОСАГО ради пары выезда в год. Административный материал за отсутствие полиса ОСАГО водитель вину не отрицает. По определенным объективным обстоятельствам пояснилось, что в настоящий момент полис ОСАГО оформить не может. Но водитель перед нами вполне сознательный гражданин. И таких сознательных много. По крайней мере из тех, кого в этот день остановили инспекторы ГИБДД Ленинского городского округа. Традиционно с начала мотосезона они выходят на дороги, чтобы проводить профилактические рейды. Я 17 лет за рулем автомобиля. И я же вижу, как ведут себя остальные мотоциклисты. Лично я как на машине, так и на мотоцикле никуда не спешу. Вечные споры между автомобилистами и мотоциклистами. Кто же прав на дороге? И автолюбителей можно понять. Ведь мы часто видим, как водители мотоциклов превышают скорость, выбиваются из потока, создают аварийные ситуации. Но в свою очередь они оправдываются. Мол, надо просто внимательнее быть на автодороге и уважительнее относиться друг к другу. Правила дорожного движения соблюдаю. За исключением требования ГИБДД находиться непосредственно в потоке. Для мотоциклиста нахождение в потоке между машин достаточно опасно. Поэтому чаще мотоциклисту выгоднее и безопаснее находиться между рядами или чуть-чуть быстрее потока. Естественно, смотреть надо в зеркала всегда. И на мотоцикле, и на машине. И соблюдать правила дорожного движения тоже надо всегда. Большое внимание инспекторы обращают на безопасность детей за рулем мопедов и велосипедов с электроприводом. Не покупайте необдуманным своим чадом мото-велотехнику. Приведу вам такой пример. В прошлом году осенью приезжали на дорожно-транспортное происшествие. Родители плачут, рыдают. Мальчик 12-13 лет на электровелосипеде врезался в бок автомобиля. Пострадал. Кровь. Ну, никому это не нужно. Включайте голову, смотрите за своими детьми. Мотошлем, экипировка. Такими рейдами сотрудники госавтоинспекции стараются донести до мотоциклистов, что перед началом сезона необходимо привести в порядок экипировку и документацию. Проверить техническое состояние транспорта и, конечно, быть внимательным за рулем своего железного коня. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.